Здравствуйте! В эфире Омск ТВ «Разговор по существу». 22 ноября в Омском городском совете прошло пленарное заседание. Об итогах поговорим с председателем Владимиром Корбутом. Владимир Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте! Одна из основных тем на повестке – это бюджет Омска. Для начала расскажите о последних изменениях в документе за 2023 год. Это седьмое изменение в этом году, и на этот раз бюджет увеличился на 629 миллионов рублей. Эти денежные средства пойдут прежде всего на то, чтобы нам строить новые школы, ремонтировать те, которые есть, и на другие неотложные нужды. Хочу напомнить о том, что денежные средства, которые поступали в этом году в бюджет города Омска, уже превысили 10 миллиардов рублей. А общий расход денежных средств, который в этом году у нас предстоит, более 40 миллиардов рублей. Это действительно впервые мы такую цифру в городе Омске имеем, поэтому надеемся, что и в дальнейшем будет только со знаком «плюс». Давайте поговорим о бюджете на следующий год. Проект обсуждался. С какими показателями по доходам и расходам депутаты приняли проект? Да, бюджет на 2024 и последующие 2025-2026 годы. Он обсуждается уже значительно длительное время, еще летнее время. Мы начинали обсуждать, собственно говоря, социально-экономическое развитие, рассматривать города Омска, исходя уже из этих цифр, складывается бюджет на 2024 год. И скажу сразу о том, что губернатор Омской области сделал подарок хороший для города Омска. Вместо 25% по упрощенной системе налогообложения мы будем получать на 10% больше, то есть 35%, плюс штрафные санкции, которые, собственно говоря, идут в городе Омске, 50% будет оставаться. Это почти миллиард рублей дополнительных средств. Поэтому мы на этом заседании городского совета обсудили только основные параметры бюджета, которые сегодня составляют доходы более 35 миллиардов, а расходы более 36 миллиардов. К сожалению, 1,3 миллиарда рублей у нас дефицит, без дефицита городской бюджет просто не может исполнять. У нас огромное количество судебных решений, у нас огромное обязательство, и, к сожалению, мы держим предельный дефицит, который сегодня мы имеем. В первом чтении принят проект бюджета, а когда он будет принят окончательно? Да, второе чтение наиболее интересное, потому что депутаты будут рассматривать именно расходную часть, и в данном случае уже 13 декабря на всех комитетах городского совета будет обсуждаться расходная часть бюджета. И здесь, я думаю, что мы в любом случае найдем консолидированные решения, потому что заранее депутаты в администрацию свои предложения по формированию бюджета предлагали, и мы будем учитывать все пожелания для того, чтобы бюджет был насыщенным. Думаю, стоит отметить, что уже прошла процедура публичных слушаний, и инициатива МИЧей, я так понимаю, тоже будут рассматриваться сейчас? Ну, вы знаете, если говорить о том, сколько мы рассматривали, то более 8 часов рассматривалось на профильных заседаниях комитетов, на публичных слушаниях и на рабочих группах. Поэтому это не спонтанное решение, это очень серьезный документ, который будет, собственно говоря, для каждого МИЧа, служить примером. Даже то, что инициативные проекты МИЧей, они тоже вложены в этот бюджет. Владимир Валентинович, давайте обсудим ключевые стройки города. Расскажите, как идет возведение школы в микрорайоне «Серебряный берег»? Местные жители давно ее ждут. Вы знаете, я сам живу в этом микрорайоне и прекрасно понимаю, что жители ждут эту школу. Это пристальное внимание и администрации, и мэра, прокуратуры, и депутатского корпуса. К сожалению, хорошего-то сказать сейчас нечего, потому что подрядчик не выполняет свои взятые обязательства, и идет значительное отставание от того графика. Поэтому, скорее всего, уже после Нового года мы будем расторгать, если этот подрядчик не выполнит свои обязательства. И сейчас как раз идет работа администрации, чтобы найти подрядчик, который способен в установленные сроки, к новому учебному году сдать эту школу, готовую к приему. Если говорить о других стройках, ну, наверное, тоже о МИЧам очень важно знать, как идет строительство Ленинградского моста. Сразу обрадую. Все в графике. Даже со значительным опережением работает круглосуточно, несмотря ни на снег, ни на дождь. Если кто едет по Ленинградскому мосту по правой стороне, если смотреть с правого берега, уже укрытые для того, чтобы сделать качественно гидроизоляцию, в данном случае экономить на качестве никто не собирается. И я уверен в том, что Ленинградский мост будет сдан прежде срока, который есть в контракте. Остальные стройки тоже, собственно говоря, похвастаться-то нечем, потому что наши строители, они не любят работать с бюджетным рублем. Потому что бюджетный рубль требует четкого исполнения контрактных обязательств, к чему наши строители далеко не приучены. И поэтому я говорю о доме на 6-й станционной, это мой округ. К сожалению, расторгнут контракт, уже расторгнут, заходит уже другой подрядчик. Но обязательства, которые были даны перед гражданами, которые уже думали, что Новый год будут встречать новые квартиры, к сожалению, мы не сможем выполнить. И только в следующем году, летом, этот дом будет сдан для тех жителей, которые ждут. Кстати говоря, если говорить о расселении людей из аварийного и ветхого жилья, то эта программа стоит на особом контроле и у депутатского корпуса, и у мэра, и на всех уровнях ветвей власти. А если говорить о капитальном ремонте школ, мы знаем, что планируется 14 заведений обновить. С подготовкой возникают ли какие-то вопросы, проблемы? Ну, мы знали о том, что эти образовательные учреждения пойдут в соответствии именно с федеральной программой, утвержденной президентом нашей страны, и готовились заранее. Мы еще в летнее время проходили по маршрутам, смотрели, как дети будут ходить в новые образовательные учреждения, для себя новые образовательные учреждения. Более 12 тысяч учащихся перейдут в другие школы для обучения. Проанализировали о том, что необходимо нам поменять маршруты некоторых автобусов. Допустим, 107-й сейчас автобус будет связывать 118-ю школу со второй, а 108-й маршрут будет связывать 79-ю и 59-е образовательные учреждения. Вот всего нам необходимо почти 5 тысячам детей добираться в другие школы на общественном транспорте. Это потребует и изменения графика движения. Сейчас принято мэром города Омска и депутатским корпусом поддержано о том, что мы не будем заранее, заблаговременно закрывать школу на капитальный ремонт, пока не будет определен подрядчик и будут утверждены сметы и пройдут экспертизу. Как только все эти процессы пройдут, тогда закрывается образовательное учреждение и начинается процесс капитального ремонта. Мы уже научились делать капитальный ремонт. 75-я школа уже сейчас готова к приему своих учеников. Новая, обновленная совершенно, с иголочки, новая мебель. Все замечательно и в ближайшем будущем мы уже узнаем о том, что эта школа будет открываться. Третья школа после капитального ремонта тоже уже нарастила отставание от графика и также в скором времени дети зайдут в нее. Поэтому мы держим это дело на контроле и считаем своим долгом контролировать и вмешиваться в процессы, если они идут не по тем или иным схемам, которые нужны. Я правильно понимаю, сейчас ученики этих 14 школ продолжают посещать заведения, а после, когда им нужно будет добираться до других, проезд на общественном транспорте для них будет бесплатный. Да, но это мы принимали на прошлом заседании городского совета, что будут именно для учащихся по количеству учебных дней 20 поездок или сколько будет бесплатно для учеников этих школ. Были предложения некоторых активных граждан сделать для всех бесплатный проезд, но, к сожалению, бюджет данного процесса не позволит, потому что это нужно будет выделять значительные средства из бюджета города Умска. Наверняка родители положительно оценили эту инициативу. Владимир Валентинович, вы побывали на выставке в форуме «Россия» в Москве, там 17 ноября проходил День Умской области. Поделитесь впечатлениями. Знаете, еще раз берет гордость за нашу страну, за нашу родину, за то, что субъекты представили себя так, что это вот визитная карточка, куда хочется ехать. И побывав на экспозиции нашей области, которая занимает центральное место в 75-м павильоне, вы знаете, вот как-то захотелось даже приехать в Омск, хотя я здесь родился, учился и живу здесь, потому что действительно была проделана огромная работа правительства Омской области. Та концертная программа, презентационный материал, амбассадоры, которые представляли нашу Омскую область, ну действительно это высокий уровень. И я горжусь тем, что я живу в этой стране, что я живу в Омске и принимаю меры для того, чтобы Омск стал краше, чтобы здесь хотелось жить и творить. Для наших зрителей, которые побывали на форуме, расскажите, какие отрасли там были представлены, чем славит Омская область, я знаю, промышленность, например. Ну, вы знаете, тут нельзя говорить об отрасли, говорится в целом комплексно о том, что есть такой регион, в котором развито машиностроение, нефтехимия, что мы гордимся своей историей, и не зря у нас была и третья столица, там даже Колчака можно увидеть на фотографиях. То, что наши чемпионы, наши авангарды, наша Шлеменко, да вы знаете, сколько наших фамилий звучит по всей России и по всему миру. Поэтому еще раз берет гордость за наш край, и надеюсь, что до окончания этой выставки, до апреля она будет работать, многие мячи побывают и посмотрят, и оценят то, что было сделано. Безусловно, есть чем гордиться. Были подписаны на форуме соглашения с некоторыми другими регионами. Владимир Валентинович, как вы считаете, вот подобные форумы, мероприятия, насколько оказывают влияние на взаимодействие между регионами? Общеположительно это или нет? Вы знаете, мое мнение такое, что любые мероприятия, которые проводятся на федеральном уровне, на местном уровне, которые привлекают новых людей, новые инвестиции, это всегда положительно влияет на тех людей, которые живут в регионе, которые живут в городе. Поэтому сегодня губернатор Омской области еще раз показывает, что каждое мероприятие, которое проходит на федеральном уровне, оно не просто для отметки и галочки, а реально будет вытекать впоследствии заключения новых контрактов, которые будут направлены на новые места рабочие, высокотехнологичные рабочие места. А это может решить основную проблему оттока населения? Да, безусловно. Владимир Валентинович, большое спасибо за беседу. Всего доброго. А я напомню, у нас в гостях был председатель Омского городского совета Владимир Корбут. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин